Управление ГИБДД по Чувашии подвело итоги за 10 месяцев 2015 года. Журналистам рассказали о ситуации на дорогах республики, самых частых причинах аварии и наказаниях для нарушителей. С начала этого года аварий на дорогах Чувашии стало меньше. Равно как и происшествия с участием нетрезвых водителей. Но не повсюду. В некоторых районах достаточно напряженная обстановка с любителями выпить и за руль. С июля за повторное пьянство наказали более 150 автовладельцев. Найти водителей и нарушителей помогают и камеры фото-видеофиксации. Уже выявлено более 300 тысяч правонарушений. У техники есть и еще один плюс. Она также экономит человеческий ресурс. Начальник ГИБДД также подчеркнул, необходимо переходить на систему оформления ДТП без инспекторов. Европротоколы будут работать на все мелкие ДТП. Когда резкий кололед, 10 экипажей, 160 ДТП оформить – это не в состоянии. Мы сегодня обратились к автошколам, что уже будущие водители выходили, они знали, как все это оформляется. Антилидером среди ДТП являются столкновения чуть меньше наезда на пешеходов. Большую роль в предотвращении последних играет светоотражающая одежда или элементы. Они позволяют в плохой видимости заметить пешехода и избежать печальных последствий. Но аварии происходят не только по вине участников дорожного движения. Вот здесь еще и можно говорить, как идет обустройство самих пешеходных переходов. Вот сегодня тем более темное время суток. Не видно их. Новый гос гласит, на каждом пешеходном переходе должно быть Г-образное освещение. То есть мы видим большие города, федеральные трассы, все знаете как. Но еще в нашей республике в этом направлении не сделано. Но в целом ситуация на дорогах не ухудшилась. Скорее наоборот. Причем иногда самые простые меры оказываются самыми действенными. Сегодня мы добились снижения аварийности. Особенно те участки, вы знаете, тросовое ограждение мы поставили в сторону цивильского направления. Проезжая часть не позволяла. Там ограждение настоящее сделать, чтобы с металл, потому что есть определенные ГОСТы. И сегодня мы видим там ядного погибшего. Но ДТП были, но погибших нет. А там 8 человек погибло до того, как тросовое ограждение было. Значит сегодня ограждение дают. Все-таки организация дорожного движения сегодня спасает людей. Одним из главных методов борьбы с нарушениями правил остаются профилактические мероприятия и пропаганда, уверены в управлении. И самое главное – ежедневная работа надзорных и республиканских органов власти совместно с участниками дорожного движения. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.